Пермские школьники вырастили кофейные деревья у себя дома благодаря бот-саду университета. В мае этого года в гимназии номер 4 имени братьев Каменских стартовал проект «Кофейное зернышко» в рамках цикла образовательно-культурных событий «Пальмовая ветвь», посвященных развитию ботанического сада. В течение четырех месяцев первоклассники выращивали у себя дома кофейные деревья из плодов кофе, который растет в ботаническом саду Пермского университета. Специально для этого сотрудники бот-сада подготовили к посадке ягоды кофейного дерева. Среди разнообразных тропических растений можно встретить и кофе, который мы с вами сейчас и будем сажать. Такая вот ветчика кофе, то есть она была примерно сантиметров 60-70 в середине кроны. И вот здесь мы с вами, начиная от бутонов до цветков, и уже здесь даже зеленые ягодки, можем проследить, как вот это вот все происходит, развитие, соответственно, плодов прямо из цветка. Вместе с ученым первоклассники высаживали аравийские кофе сорта «Арабика». В небольших стаканчиках с землей делали углубление, куда сажали зернышко. Школьники создавали растению нужные условия – 20 градусов тепла и умеренный полив. Через полтора месяца появились первые ростки, а плоды дерево сможет дать спустя два года. Сначала казалось, будто оно погибает, но в один момент мы случайно налили слишком много воды. И на следующий день мы уже собирались отдавать, но у нас взошел росток. Дальше мы поливали, поставили в хорошее освещенное место. Каждый день проверяли, растет ли дерево или нет. Наблюдая за растением, ученики вели специально созданный для этого дневник. В нем, помимо отметок и дат, школьники найдут рекомендации по уходу за растением. В сентябре уже второклассники пришли в гости к большому дереву кофе, которое в высоту достигает 4 метров. Снова встретились с сотрудниками-учеными и посетили обзорную экскурсию по ботаническому саду университета. Во-первых, массу положительных эмоций. Во-вторых, им очень было интересно наблюдать за тем, как прорастает их росток. Далее это формирует ответственность. Они ухаживали как за своим питомцем, но и обменивались мнением между собой. Мы очень хотели бы сотрудничать с Пермским университетом, потому что наша гимназия как раз формирует научно-познавательный интерес у детей. И каждый ребенок участвует в научно-практической конференции городской. И данные мероприятия будут способствовать конкретным исследовательским работам каждого ребенка. В рамках «Пальмовой ветви» Ботанический сад, Фонд целевого капитала и Управления общественных связей Пермского университета в течение года проводят множество мероприятий. Лекции и мастер-классы, экскурсии и концерты, занятия по йоге и другие благотворительные ивенты. Следите за расписанием мероприятий на сайте 100.psu.ru Анастасия Демьянец, Андрей Шеварнадзе, Управление общественных связей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова